Здравствуйте! Вас приветствует канал Идеальный Мир. И сегодня я хочу вам показать свой перетрум. Дело в том, что сегодня я буду его срезать. По двум причинам. Во-первых, если вы срежете ваш перетрум после первой волны цветения, он зацветет повторно в августе. А во-вторых, самая главная причина моего ребенка, моей доченьки, сегодня выпускной бал в детском садике. Мы уже стали совсем-совсем взрослыми. И я буду срезать, делать, сформировать букет из такой красивой ромашки. Вообще, на самом деле, по-моему, я могу, конечно, ошибаться, перетрум относится к семейству Астровая. Если я ошиблась, поправьте меня, пожалуйста. Но если даже и не было бы сегодня выпускного балла у моего ребенка, я бы все равно срезала свой перетрум, для того, чтобы он повторно цвел у меня в августе. И поставила бы красиво на столе вазочку. Перетрум в срезке стоит около двух недель. Размножается перетрум семенами, либо делением куста. Ну и учтите, если вы увидели у кого-то перетрум, и хотите собрать семена именно, например, ярко вот таких вот розовых ромашечек, учтите, что при посеве семенами перетрум может не передать полностью свои материнские качества. И у вас может вырасти ромашка нежно-розовая, а не такая вот яркая. А вот делением куста перетрум действительно передаст все свои материнские качества. Выкапываете кустик перетрума, делите его на розетки и высаживаете в то место, где вы хотите его видеть. Не советую высаживать перетрум на яркие, солнечные, открытые места, потому что тогда он будет подсыхать. Вот мой перетрум высажен неправильно, он у меня слегка подсыхает. Плюс ко всему, почва на моем участке супер песчаная, и мой перетрум подсыхает. Засушливое лето, я вынуждена его поливать. А так как он находится вблизи, около дома, то поливать, конечно, сильно, слишком сильно, обильно я его не могу. И плюс ко всему, мой перетрум очень любит моя индюшка. Мои индюшата, индюшки любят кушать перетрум, потому что перетрум является лечебным растением. И индюшки это понимают. Когда я их выпускаю, они первым делом бегут к перетруму. Но мой перетрум цветет, потому что мои индюшки сейчас находятся с маленькими индюшатами. Вот и все, сделала такой небольшой обзор, так как мне написали в комментарии, что перетрума у меня на участке и вовсе нет. Поэтому я решила снять, показать видео, что перетрум у меня все-таки на участке есть. Плюс ко всему, он себя чувствует замечательно. Цветет, но не пахнет. Легкий-легкий такой запах, слабый, наверное, чуть-чуть ромашки. Но он абсолютно не чувствуется, если прохожу мимо и не ощущаю этого запаха. Высаживала я свою перетрум на расстоянии примерно около 20 см друг от друга, но можно сделать с расстояния и побольше. Дело в том, что у меня практически всегда загущенные посадки, за счет того, что у меня быстро пересыхает почва. Если же у вас прекрасная почва, вы высадили свой перетрум не на ярком солнышке, тогда он будет вас чувствовать просто шикарно. Радовать вас и зеленой листвой, и обильным цветением. Я буду срезать сейчас свою ромашку, пока меня не застал дождь. Опять поднимается сильный ветер. МЧС нас сегодня предупредил об оранжевом уровне опасности. Плюс ко всему, сегодня обещают град, чего, конечно, не очень-то и хочется. Вчера был сильнейший-сильнейший ветер, у многих посрывала пленочная теплица. Все, всем спасибо за внимание, а я буду срезать свою ромашку и формировать красивый, красивый, нежный полевой букет. Прощайся и всем немного жаль, Ведь детство наше улетает вдаль. Во сне нас будет часто навещать, Добром его мы будем вспоминать. А ромашка и море зацвело, Детство, детство, протяни свое крыло, Я кричу ему, во след не улетай, Ну, а детство отвечает мне, прощай. Я кричу ему, во след не улетай, Ну, а детство отвечает мне, прощай. Редактор субтитров А.Семкин